Здравствуйте, ребята. Русский язык. Третий класс. Урок номер 72. Раздел искусства. Тема урока – музыка, язык души. Род и число имен существительных. Разработчик Корнике Швак Зауреши Мангазиевна. Учитель начальных классов средней школы номер 3 Мангистауской области города Жанаузень. Цели урока. Определять тему. Основную мысль высказывания. Определять род, число имен существительных и правильно употреблять их в речи. Прозвенел звонок. Начинается урок. Итак, ребята, чем мы будем сегодня заниматься на уроке? Конечно, сегодня мы будем учиться, рассуждать, отвечать и красиво писать. А сейчас, ребята, давайте отгадаем ребусы. Первый ребус. Верно, ребята, это гитара. Второй ребус. Конечно, это флейта. Третий ребус. Верно, это барабан. Четвёртый ребус. Погремушка. Правильно. Следующий ребус. Конечно, это арфа. Молодцы, ребята. И, наконец, последний ребус. Молодцы. Пубинцы. Пубинцы. Итак, ребята, все отгадки – это музыкальные инструменты. Что их связывает? Какое одно общее слово их связывает? Да, ребята, их связывает одно общее слово – музыка. А какие ассоциации у вас возникают со словом «музыка»? Да, ребята, со словом «музыка» у нас возникают ассоциации слов «ноты», «концерт», «танец», «пини», «чувство», «магнитофон», «звук», «мелодия». Молодцы, ребята. А сейчас мы с вами запишем высказывание Ивана Сергеевича Тургенева. Итак, музыка – это разум, воплощённый в прекрасных звуках. Записали? Записали? Молодцы, ребята. А теперь определите основную мысль данного высказывания. Совершенно согласна с вами. Музыка – это разум. Музыка делает человека добрее. А сейчас, ребята, мы приступим к новой теме. Но для начала вы послушайте одну историю. Как у существительных род появился. Из этой истории вы узнаете, как у слов существительных род появился. Сначала все существительные были очень и очень похожими, да такими похожими, что сама королева их путала. И вот однажды она издала приказ. Кто придумает для моих слов существительных знаки различия, тот будет награждён. А жили в другом королевстве муж и жена. Жадные они были. Услышали про королевский указ и прибыли в королевство. С жаром принялись они за работу. Но для начала решили все слова между собой поделить. Слов много, а жизнь коротка. Делили они, делили слова, да так и не смогли разделить до конца, потому что им смерть помешала. Пришла королева и сказала. Те слова, которые забрал себе муж, пусть будут мужского рода. Туда попали стул, стол, дом, мир и много других слов. Те слова, которые оказались у жены, будут женского рода. Туда попали слова земля, луна, весна и многие другие. А те, что остались неопределёнными, пусть останутся среднего рода. Так и стали солнце, море, яблоко и другие существительные среднего рода. Вот так род у существительных появился. С тех пор королева перестала путать существительные друг от друга. Но она знала секрет различия рода существительных. А вот нам предстоит открыть секрет узнавания рода имён существительных. Для этого мы с вами сейчас выполним задание. Упражнение номер 3, страница 21. Выпишите из пословиц имена существительные с указанием рода и числа. Итак, давайте проверим. Мир — мужской род, единственное число. Музыки — женский род, единственное число. Птица — женский род, единственное число В болоте — средний род, единственное число Лягушка — женский род, единственное число Песни — женский род, множественное число Голоса — мужской род, множественное число Душа — женский род, единственное число Беседа. Женский род. Единственное число. Дорогу. Женский род. Единственное число. Соловей. Мужской род. Единственное число. Месяц. Мужской род. Единственное число. Ворона. Женский род. Единственное число. Год. Мужской род. Единственное число. Молодцы, ребята, с этим заданием тоже справились. Чтобы выполнить следующее задание, мы с вами сейчас прочитаем еще одну сказку. Сказка. Как-то раз мягкий знак попал в страну шипящих звуков. Все кругом шипели. Испугался мягкий знак и стал проситься к словам. Первым был дом существительных мужского рода. Мой товарищ, врач, скрипач, ключ, гараж, кумач, играч. Хочу я с вами поиграть, хочу в конце у вас стоять. Ну вот, зашипели они на мягкий знак и говорят. Не мужское это дело смягчаться. Мы мужчины, воины. И прогнали они мягкий знак. Опечалился. И побрел к словам женского рода. Идет и думает. Женщины всегда добрые, как мама. Моя ночь, вещь и рожь. Моя дочь, печь, брошь. Мои дорогие, красивые. Вам нужна моя помощь, любимые. И верно. Сжалились слова женского рода. Взяли мягкий знак к себе. С тех пор во всех существительных женского рода на конце после шипящих пишется мягкий знак. Итак, ребята, приступим к выполнению следующего задания. Упражнение номер пять, страница двадцать один. Вставь пропущенные буквы и определи род имен существительных. А теперь давайте проверим. Веселый выигрыш. Мужской род. Хорошая речь. Женский род. Военный марш. Мужской род. Русская печь. Женский род. Скрипичный ключ. Мужской род. Солнечный луч. Мужской род. Скорая помощь. Женский род. Теплый плащ. Мужской род. Лесная глушь. Женский род. Второй этаж. Мужской род. Колючий еж. Мужской род. Ночная тишь. Женский род. Чудесный пейзаж. Мужской род. Спелая рочь. Женский род. Морской пляж. Мужской род. Молодцы, ребята! Справились и с этим заданием. А теперь мы с вами подведем итог урока. Женский род. Как определить род имени существительного? Да, молодцы, ребята! Чтобы определить род имени существительного, нужно поставить вопрос и при помощи вспомогательных слов определить род имени существительного. Женский род. Чья она моя? Мужской род. Чей он мой? Средний род. Чье оно мое? Молодцы! Как узнать род существительного, если оно стоит во множественном числе? Да, молодцы, ребята! Нужно поставить его в единственном числе. Молодцы! А теперь рефлексия урока. Я вспомнил, узнал, научился, достигли ли мы поставленных целей. Верно, мы вспомнили, что имя существительное – это часть речи, которая обозначает предметы и отвечает на вопросы «кто» или «что». Узнал, как можно определить род имени существительного. Чтобы определить род имени существительного, нужно поставить к нему вопрос. И еще можно определить род имени существительного при помощи вспомогательных слов «он мой», «она моя», «оно мое». Сегодня я научился определять род имени существительного, который стоит во множественном числе. Чтобы определить род имени существительного во множественном числе, нужно поставить его в единственном числе. А также научились мы определять род имени существительных в косвенных падежах. И узнали, что мягкий знак на конце имен существительных после шипящих пишется только у существительных женского рода. Молодцы, ребята! На этом наш урок подошел к концу. Спасибо за внимание. До свидания. До новых встреч.